Музыка Коллеги, готовимся к зиме. Мы держимся на личном персональном контроле. И Станислав Юрьевич, и Михаил Владимирович, и Михаил Иосифович вместе с Сергеем Вячеславовичем к зиме мы должны подготовиться, чтобы у нас не сработала народная поговорка, что зима всегда приходит внезапно. Подготовку к периоду зимнего содержания территории обсудили на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. В муниципалитете находится 2139 многоквартирных и жилых домов. Из них 92% обслуживаются управляющими компаниями. В них работают 810 дворников и имеется 52 единицы уборочной техники. План заготовительного объема противогололедных материалов 514 тонн. Задача, которая поставлена перед управляющими компаниями, это до середины октября обеспечить закупку 100% ПГМа. Готовность техники практически у нас обеспечена. Основной вопрос сейчас импортозамещения комплектующих, потому что достаточно много бобкетов, которые в основном импортного производства, но по ним ведется работа по отбору либо аналогов, либо созданию ремонтной базы. Установленный алгоритм уборки снега при мелком и обильном снегопаде остается прежним. В первую очередь убирают входные группы подъездов МКД, затем тротуары, подъезды, а уже после детские площадки. Единственное, что при обильном снегопаде уборка выполняется периодически, то есть не дожидаясь окончания снегопада. И окончательная уборка производится в течение 24 часов после окончания снегопада. Так подробно проговариваю, потому что очень часто жители спрашивают, когда идет снегопад, а почему еще детская площадка не почищена. Для содержания дворовых и общественных территорий зимой будут задействованы более 650 рабочих и 238 единиц коммунально-уборочной техники. 25 машин, 9 тракторов, 12 погрузчиков и 4 «Газели» были дополнительно приобретены в 2022 году. Техника была предоставлена Министерством ЖКХ по поручению губернатора Московской области. Мы вошли в пилотный проект по содержанию дворов и эту технику, собственно говоря, мы получили. В виде недорожного хозяйства округа находится 761 дорога общей протяженностью более 640 километров. Уборка будет осуществляться по регламенту. Проезжая часть не более 5 часов, обочина не дольше 6, а снег на тротуарах и подходах к остановочным пунктам будут устранять в течение 2 часов. Также, естественно, у нас круглосуточно ведется проверка выхода техники с помощью специальных систем «РНИС-ГЛОНАСС». Собираем и анализируем информацию о проводимых работах, а также взаимодействуем с ГИБДД и принимаем обращения гражданам. Как отметили в ходе совещания, полная готовность к зимнему периоду всех служб ожидается к 1 ноября текущего года. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».